Сегодня в Дубниках многолюдно. Съехались республиканские экологи, телевизионщики, депутат Курултая Дмитрий Чувилин. Пожалуй, вам жители Дубники. Жители настаивают о ликвидации производства, добычи ископаемых. Один единственный в городе и на район Телерлагер за лесом, меньше километра. Сюда даже и детей, и всех. Здесь теплая вода, течение маленькое. Вот Кама. Короче, здесь надо отдыхать. Но не такой вот бардак, который сделали, а числее сооружения, которые говорят, сейчас поднимется вода. Вот они сделали, прямо на берегу Кама. И все уходит. Уже пока они работали, два года, 40 сантиметров ила вот здесь на Каме стало. Здесь у нас отдыхают, приезжают. Мы не должны летать куда-то в Египет. У нас свои вот такие хорошие места. Земли сельхозназначение. Все вызвало, вот это 30 метров от воды. Все вывезено. Вон, смотрите, какие эти кучи и все. И никто не может. Администрация сказала, мы расторгнем этот с ними договор, потому что не ценевое использование на земле. Но лишь что они сделаны, полгода прошло. И сейчас мы уже узнаем, что поступило от них заявление, чтобы перевести эти сельхозназначения земли промышленно. И тогда они здесь такой уже, на ворот, если сейчас, если не переведено, что творите, что будет тогда? Скажите, пожалуйста. Элементарно решать нечем. У нас маленькие дети работают погрузчики. Два-три погрузчика работают. Потом день и ночь работают они. Потом, вы не передавайте, пожалуйста, потом бесконечная вереница вот этих Камазов, от которых тоже выхлопные газы. Приходит кран, погрузчик такой огромный кран, приходит, тоже грузит этот песок. Просто мы не выходим, мы не можем летом ни у ног на откидать, ни выйти с детьми. Нам реально уже до слез просто обидно. Вот я с маленьким ребенком, у меня ребенку годик. Мы переехали сюда, как раз я была беременна. Просто бесконечно. Суббота, воскресенье, ночь, день, по трое суток, просто по трое суток у меня ребенок спит. Я не спит, ребенка тяжет. Подходим, звоним, как-то пытаемся с ним поговорить. Бесполезно, разговаривать бесполезно, звоните Путину. Вот такой у нас разговор был. То есть никак мы не можем ни по-человечески договориться. Был прекрасный пляж, мы убирались, ходили с пакетами, с детишками, с соседями вместе прибирались, наводили порядок. У нас мужчины, наши мужья, даже нанимали какую-то технику, чтобы когда вот вода уходит, какие-то остаются ветки. Вот это все собиралось, увозилось. То есть мы следили, у нас с города очень много людей приезжало. Наши знакомы с палатками, оставались ночевать. Здесь было, в принципе, чудесное место. Но вот пришел один-единственный человек, который сделал вот такую красоту. Вот такой бардак, посмотрите, это же ужас, что творится. Просто ужасно. Нам элементарно просто нечем дышать. Просто нечем дышать. У нас сейчас вода, мы ставим эти очистительные приборы, потому что у нас реально вода начала приобретать какой-то вкус, запах непонятный. Не могу вообще манипуляции. Мы отстаиваем воду, за 2-3 дня мы сюда приезжаем, отстаиваем, качаемся, скважина отстаиваем. И потом только вот тихонечко мы берем вот ковшиком и все. Эту воду невозможно пить. Она железо, там содержание очень много железа. Нам сказали, ни в коем случае. Мы только ею моемся. А для питьевой воды, как бы, мы привозим из города канистрами. Там канистры стоят, мы привозим вот так вот. Ну, раньше так же было? Нет, мы когда только приехали сюда, более-менее еще можно было пить ее, что-то делать. А сейчас вот она, вот такая вода. Раньше ведь нормальная была вода, а сейчас вот такая. Поэтому мы уже все своими какими-то средствами все это делаем. Ну, а сейчас наступит весна, лето, и будет прекрасно. Видно, что с нашим прекрасным пляжем сделал единственный один человек. Просто... Да, мы туда только не обращать. Мы уже давали интервью. Уже не знаю, мы просто не знаем даже, что нам делать, куда нам обращаться. Но жить так, естественно, не возможно. Просто невозможно решать. Как депутаты Государственного собрания Курлука и Республики Башкортостан обратились жители поселка Дубники Краснокамского района, которые недовольны тем, что здесь происходит выпиющее нарушение экологического законодательства, экологических норм всех. Некоторое частное лицо, с моей точки зрения, незаконно арендовало здесь земельные участки и производят здесь полную, можно сказать, вакханалию. Идут производственные работы на землях, сельхозназначение добывается, гравиль, это все происходит круглосуточно. Местные жители этим очень сильно недовольны. Невозможно ни проехать, ни пройти. Постоянный шум. Летом это и пыль, и грязь, соответственно, дополнительно. Полностью, можно сказать так, что загажена прибрежная зона. Здесь люди раньше отдыхали, приезжали со всего района сюда на пляж, а сейчас здесь выбрасывается просто как попало ил. И все это самое страшное, что попадет в каму, потому что ближе к весне здесь уровень воды поднимается, соответственно, и вот эта вся грязь, она неизбежно попадет и загрязнет все ближайшие водолеты. Мы приехали с представителями экологических ведомств, как республиканского, так и федерального уровня, чтобы посмотреть, что здесь вообще происходит, какой ущерб нанесен окружающей среде, чем вообще недовольны жители здесь. В дальнейшее действие по обращению мы направим депутатские запросы и будем добиваться того, чтобы виновные лица были установлены и привлечены к установленным законам ответственности. Наша организация Всероссийской охраны природы давно наблюдает ситуацию в Красноклассовском районе, в поселке Дубники. Это непростые жалобы. Здесь явные нарушения водного кодекса, земельного кодекса и нарушения промышленных разработок этого карьера. Касаемо водного кодекса, территория разрешенного использования должна быть производства такого подобного, более 500 квадратных метров. То есть, смотрите, это река примыкает, залив примыкает к реке Камы. Да, Камы, протяженность реки Камы, 1850 квадратных километров. Соответственно, да, зона, санитарно-защитная зона этого объекта должна быть не менее 500 метров. То есть уже нарушение. Да, на сегодняшний день земли эти находятся сельхозназначениями. Плодородный слой снят, куда он вывезен, мы не знаем. Это уже второе нарушение. И о таких нарушениях можно говорить много и много. То есть, это не просто мольба жителей. В действительности, вы видите, работы ведутся, промышленные работы ведутся на объекте. Мы не знаем, сдают они декларации. И каждая работа, касаемо промышленного производства, да, должны быть декларированы. 67-й закон. Соответственно, производятся эти работы и не производятся, мы этого не знаем. Мы обращались, наша организация обращала в администрацию Камского района. Приезжал сотрудник, говорил в камеру, что нарушения есть, мы принимаем меры. Насколько принимаются меры, мы видим, да, работа так же продолжается. И здесь не только со стороны эколога, да. Владимир Владимирович Путин на послание к федеральному собранию сказал четко, да. Бизнес должен четко выполнять и заботиться об окружающей среде. Этого не делается. А муниципальные службы четко должны контролировать эти виды деятельности. Что мы видим, да, на сегодняшний день, да. Муниципальным службам почему-то с элитой не хочется ругаться. Я не знаю почему. По нормам, да, вот эти промышленные отходы, да, сейчас будут поводок, да. Вот эти все промышленные отходы уйдут, соответственно, в реку. Да, это у них должны быть специальные очистные сооружения, что мы не видим этих очистных сооружений. Этот снег должен был снят и убран в эти очистные сооружения. Вот уже это нарушение. О выбросах, это как бы федеральные, есть федеральные службы, которые могут определить, к какому это производство по санитарному относится. Вот я как эколог, я вижу здесь в действительности нарушение правил водного кодекса. Доступ к рекам, мужчина, свободный доступ к рекам, водоемам, каждый гражданин Российской Федерации имеет право. Вы умышленно людей лишаете возможности, чтобы они смогли со своими детьми просто к водоемам подходить. Это, знаете, вы не считаете с мнением людьми. Зачем подход? Вот человек живет. Вот человек живет, вот дети живут. Ваша наша территория, вот именно наша территория, вы интересны. Ну да идите. Ты народу вреди здесь. Я не вреду. Умер. Ну как вы приступили к работам, вы должны сначала были обеспечить... Вам уже 300... Вы должны были... Я поставлю здесь забор, здесь к реке вообще уже никто не подойдет. Вы сначала должны были поставить специальные оградительные сооружения, которые не вредят. Прежде чем приступить к работе и проверять, вы этого не сделали. Вы начали зарабатывать... Вы начали зарабатывать... Как не летить? Вместе зарабатывать. Что вы говорите? Вы не задали то, что безусловно летит. Что вы говорите? Вы не задали. Конечно, зато цену. Летить, не летить. Вы обязаны были это сделать. Вы наглость. Летить, не летить. Ну, ну, сделай. Летить, не летить. Это работа. Это работа. Продолжение следует...